Добрый день, уважаемые коллеги! Остановимся на вопросах лекарственных взаимодействий, которые могут возникать при лечении хронического болевого синдрома. Конечно же, не на всех лекарственных взаимодействиях нам удастся остановиться, но на некоторых принципах прогнозирования таких лекарственных взаимодействий и управления рисками мы всё-таки постараемся. Прежде чем говорить о лекарственных взаимодействиях, нам хотелось бы остановиться на тех физиологических особенностях, которые возникают в организме пациента, получающего палиативную помощь. Чаще всего это пациенты со сниженной массой тела за счёт уменьшения мышечной и жировой ткани. Безусловно, это влияет на фармакокинетические параметры лекарственных препаратов, особенно тех препаратов, которые имеют большой объём распределения и депонируются в тканях. Кроме того, как правило, снижается концентрация альбуминов плазмы, что опять же влияет на распределение через изменение связи с белками плазмы. Кроме того, изменяется функция печени. И это влияет на скорость биотрансформации лекарств. К тому же снижается функция почек. И в этом отношении изменяется скорость экскреции лекарственных препаратов почками. Кроме того, необходимо учитывать сопутствующие заболевания, либо приём лекарственных препаратов, которые влияют на физиологию, а это, в свою очередь, влияет на фармакокинетику лекарственных препаратов. Это и изменение пазжелудка, что влияет на пазжависимую абсорбцию препаратов, например, железа. Изменение моторики желудочно-кишечного тракта и, соответственно, скорости и полноты абсорбции лекарственных препаратов. Изменение скорости печёночного кровотока и, опять же, изменение скорости и полноты биотрансформации. У пожилых пациентов изменяется сердечный выброс. И это влияет на скорость распределения и элиминации лекарственных препаратов почками. К тому же, может изменяться кислотно-щелочное равновесие на фоне нарушения функций почек и лёгких, опять же, влияющие на скорость распределения и элиминации лекарственных препаратов. Вот эти особенности, безусловно, изменяют фармакокинетику и делают более вероятной возможность лекарственных взаимодействий. Что же касается собственных лекарственных взаимодействий, то их традиционно подразделяют на три категории. Это фармацевтическая, вряд ли на них сегодня необходимо останавливаться, то есть это взаимодействие лекарственных препаратов на этапе хранения, на этапе смешивания, то есть ещё до попадания в организм пациента. И самые основные лекарственные взаимодействия – это лекарственные взаимодействия фармакокинетические и фармакодинамические. Под фармакокинетическим взаимодействием понимают такое взаимодействие двух и более препаратов, которые изменяют концентрацию одного или нескольких из них в плазме крови. От этого изменяется эффект, эффекты лекарственного препарата или препаратов. Под фармакодинамическим взаимодействием понимают такое взаимодействие лекарств, которое не изменяет концентрацию их в плазме крови, но изменяет эффект ввиду того, что они могут влиять на разные конкурирующие субстраты, например, или действовать однонаправленно. С точки зрения клинической значимости мы должны понимать, что лекарственное взаимодействие – это не всегда плохо. Лекарственные взаимодействия могут приводить к благоприятному для нас эффекту, то есть к усилению, потенцированию действия. Но мы, конечно же, сегодня будем в основном останавливаться на неблагоприятных лекарственных взаимодействиях. Так вот, если мы говорим про лекарственное взаимодействие с неблагоприятным исходом, то здесь можно говорить о тех взаимодействиях, которые имеют высокую степень клинической значимости и которые требуют, если можно это сделать, отказаться от комбинации либо снизить дозу лекарственного препарата. Лекарственное взаимодействие со средней степенью клинической значимости, когда возможно применение препаратов двух взаимодействующих, но это требует более тщательного контроля, переносимости и развития нежелательных эффектов от такой комбинации. Либо же лекарственные взаимодействия, которые действительно проявляются изменениями, например, фармакокинетики препаратов, но они не имеют клинического значения. И в этом отношении, возможно, не накоплен большой опыт таких взаимодействий. Тем не менее, такие лекарственные взаимодействия требуются принять к сведению и учитывать риск даже таких лекарственных взаимодействий. Что касается фармакокинетических взаимодействий, наверное, это самая проблемная область, когда не очевидны эти лекарственные взаимодействия, то здесь необходимо знание фармакокинетики. Фактически лекарственные взаимодействия могут возникать на разных этапах фармакокинетики от всасывания до экскреции лекарственного препарата из организма. Ну и на основных этапах фармакокинетики и, соответственно, лекарственных взаимодействий мы остановимся с вами. Что касается взаимодействия на этапе всасывания. Наверное, наиболее часто приходится сталкиваться с лекарственными взаимодействиями, которые связаны с изменением моторики желудочно-кишечного тракта одним препаратом и, соответственно, нарушением всасывания другого препарата. Речь идет о применении препаратов со слабительным действием. Конечно же, все слабительные средства ускоряют моторику и уменьшают полноту абсорбции любого препарата, который всасывается в желудочно-кишечном тракте. А препараты, которые угнетают моторику кишечника, в этом отношении необходимо упомянуть, конечно же, опиоиды, препараты с холинолитическим действием, нейролептики, это препараты, которые будут, замедляя моторику, увеличивать объем абсорбции совместно применяемых препаратов. И таким образом будет возрастать площадь под фармакокинетической кривой, то есть увеличивается количество поступающего препарата в системный кровоток при прочих равных условиях. Если вещь идет о прокинетиках верхних отделов желудочно-кишечного тракта, к которым относятся, например, метаклопромид и домперидон, то благодаря ускоренному опорожнению желудка эти препараты могут ускорить всасывание, то есть увеличить скорость абсорбции, таким образом уменьшить время достижения максимальной концентрации. Ну вот, что касается такого типа взаимодействия с прокинетиками, это, например, взаимодействие, описанное у морфина с метаклопромидом. Оба препарата достаточно часто используются в палеотивной практике, и нужно помнить, что метаклопромид – это не только противорвотное средство, но и прокинетик, который способствует ускорению опорожнения желудка. И вот на такой комбинации, которая описана у пациентов после операции, метаклопромид способствовал уменьшению времени достижения максимальной концентрации морфина, то есть ускорял, таким образом, всасывание морфина. Эффекты морфина наступали быстрее, и, в частности, побочный эффект в виде седации был более выражен. Вот такое объяснение, связанное именно с прокинетическим действием метаклопромида. Что касается лекарственных взаимодействий на этапе распределения, то очень большое значение придается связи препаратов с белками, с альбуминами и глобулинами плазмы крови. И это лекарственное взаимодействие актуально для таких лекарственных препаратов, которые имеют интенсивную связь с белками плазмы крови. Интенсивную – это значит более 90%. Если в организме встречаются два лекарственных препарата, имеющие интенсивную связь с белками плазмы крови, то большее количество белка возьмет на себя тот препарат, который имеет большее сраство с ним, то есть процент связи с белками плазмы у которого будет выше. Поэтому если у нас лекарственный препарат связывается на 96% и на 92%, то, конечно, победит препарат, связывающийся на 96%, а часть лекарственного препарата с менее интенсивной связью с белками плазмы крови, она окажется свободной. То есть повышается количество свободной фракции данного препарата, и поэтому мы можем ожидать более выраженное действие такого препарата, в том числе и переход в токсический диапазон данных лекарственных препаратов. Что касается, опять же, палеотивной практики и лечения, может быть, болевого синдрома, то обратите, пожалуйста, внимание, что практически все нестероидные противовоспалительные препараты обладают высокой связью с белками плазмы крови. Ну, в частности, препарат кетеролак, часто применяемый в палеотивной практике, связывается с белками плазмы на более чем даже на 99%. Чистые анальгетики, неопиоидные, парацетамол и метамизол, не обладают такой интенсивной связью с белками плазмы крови. Что касается опиоидных средств, то максимально высокая интенсивность связи с белками плазмы крови отмечается у препарата бупринорфин. Это 95-98%. То есть мы можем ожидать из всех опиоидов именно взаимодействия такого плана при применении бупринорфина с препаратами ненаркотическими анальгетиками или с препаратами из других групп, которые имеют такую же интенсивную связь с белками плазмы крови. И если бупринорфин будет обладать меньшим показателем, то, соответственно, его количество, свободная фракция в плазме крови возрастает, и можно у пациента даже в терапевтической дозе бупринорфина ожидать более интенсивные действия, в том числе более выраженные побочные эффекты данного опиоида. Очень много лекарственных взаимодействий касается этапа метаболизма. Напомню, что метаболизм в печеночной печени осуществляется за счет в две фазы. Биотрансформация происходит в две фазы. Это метаболическая трансформация. Главным действующим лицом является система цитохрома P450 и вторая фаза конъюгации. Говоря о цитохромах, нужно отметить, что это целое семейство ферментов, которые имеют преимущественную локализацию в печени, хотя они работают и в кишечнике, и в почках, и даже в подкожной клетчатке. Но основная, конечно, зона их действия – это печень. И это несколько семейств белков, которые нумеруются вот такими арабскими цифрами. Но среди всех цитохромов первые три класса – это цитохром 1, 2, 3. Собственно, это основные цитохромы, которые участвуют в метаболизме лекарственных препаратов. И среди всех цитохромов, участвующих в метаболизме, наибольшее значение имеют цитохром из семейства 3А, например, 3А4, 3А5, из семейства 2Д и 2С. Вот это на их долю, как вы видите, приходится наибольшее количество метаболизируемых лекарственных препаратов. Что же касается применяемых опиоидов, то разные препараты метаболизируются с помощью различных систем. Некоторые препараты претерпевают фактически только в основном фазу конъюгации. Это, например, препараты морфин и проседола. Другие препараты, напротив, метаболизируются в основном за счет именно оксидативного пути, то есть с помощью цитохрома, как мерфентанил. Есть препараты, метаболизм которых проходит по-настоящему в две фазы. Например, препарат оксикодон, который метаболизируется с помощью цитохрома, причем двух изоформ, это 3А4 и 2Д6, и затем подвергаются глюкоронизации. Очень разнообразный метаболизм. Что здесь нужно отметить? Каким образом возникают лекарственные взаимодействия на этом пути? То есть, грубо говоря, в печени, на этапе метаболизма. Препараты, метаболизирующиеся цитохромами, соответственно, называются субстратами. Если при этом пациент применяет препарат, который ингибирует тот же самый цитохром, тогда у нас возникает ингибирование цитохромов, и препарат, субстрат, повышается его концентрация в крови. Это может вызывать усиление действия препарата и, в том числе, возникновение или более вероятное возникновение побочных эффектов. Такой тип взаимодействия возникает достаточно рано. То есть, с момента приема ингибитора цитохрома проходит часы дни до появления, собственно, ну вот таких вот нежелательных побочных эффектов. Другой тип лекарственных взаимодействий – это когда препарат подвергается ускоренному метаболизму, поскольку пациент одновременно принимает препарат, являющийся индуктором соответствующего цитохрома. В этом смысле метаболизм препарата ускоряется, его концентрация в плазмной крови снижается, и это может сопровождаться снижением эффекта, возрастанием потребностей в препарате. И вот данный тип лекарственного взаимодействия выявляется не сразу, поскольку чаще всего индукция цитохромов происходит по принципу повышения количества цитохромов в печени. На это требуется время. Поэтому вот такой тип лекарственных взаимодействий, повторяю, проявляется не сразу, для развития такого неблагоприятного действия требуются дни недели от начала приема, то есть индуктора. То есть это такая вот история курсовая. Очень много вот этих страшных таблиц, наверное, вы их видели. В этом случае речь идет о так называемых наиболее частых индукторах и ингибиторах соответствующего цитохрома. Ну, в частности, цитохром 3А4. Тот цитохром, который участвует в метаболизме огромного количества препаратов. И вот даже если мы возьмем препараты, имеющие актуальность для палеотивной практики, их очень много, это и опиоиды, и антидепрессанты, и нейролептики, и транквилизаторы, и противорвотные средства, и даже противоопухолевые средства и так далее. У цитохрома 3А4 есть индукторы. Наиболее мощным является рифампицин, противотуберкулезный препарат, антибиотик, фенитаин, противосудорожный препарат, антиоритмик, а также очень много антиконвульсантов, которые, может быть, играют меньшую роль в индукции, но, тем не менее, относятся к сильным индукторам цитохрома 3А4. Это и вольпраты, и фенобарбиталы, и карбамазепин. В том числе зверобои, в том числе кофе за счет кофестола. И масса ингибиторов цитохрома 3А4. Среди них наиболее сильными являются макролидные антибиотики, за исключением азитромицина, антимикотические средства из группы азолов, локаторы кольцевых каналов и аммиадарон. То же самое актуально для другой изоформы цитохрома 2Д6. За одним исключением для такого цитохрому до сих пор не обнаружены значимые индукторы. Ну, вот вы видите ингибиторы, они, может быть, несколько иные. И наиболее сильным ингибитором цитохрома 2Д6 являются препараты из группы селективных ингибиторов обратного захвата серотонина, антидепрессанта, в частности пароксетин. Также нейролептики и те же самые кардиотропные средства, до сих пор применяющиеся аммиадарон, и несколько меньше сейчас имеющие значение, наверное, препарат хинедин. И 2Д, и 2С9 изоформы цитохрома. Здесь также есть субстраты, актуальные для палиативной практики. Есть индукторы цитохрома и ингибиторы. Ну, вот теперь на конкретных примерах постараюсь продемонстрировать, что значит индукция ингибирования цитохромов. Препарат фентанил, являющийся субстратом для цитохрома 3А4. То есть, цитохром 3А4 метаболизирует опиоид фентанил. Если препарат фентанила применяется на фоне ингибитора цитохрома 3А4, к которым относятся, например, противогрибковый флуконозол или амепрозол, или тем более, если эти два препарата применяются одновременно у пациента с разными целями, лечение, например, микоза и амепрозол, как средство, которое используется с гастопротективной целью на фоне приема, например, НПВП препаратов, то ингибирование приведет к увеличению концентрации, увеличению токсичности фентанила. То есть, в данном случае требуется мониторинг побочных эффектов, более тщательный. Наоборот, индукция цитохрома 3А4, например, карбамазепином, и этих взаимодействий описано очень много в литературе, и они встречались очень часто на пластике, особенно когда карбамазепин использовался, ну, в частности, не как антиконвульсант, а в большей степени как коанальгетик. Или, тем более, если применяется еще одновременно глюкокортикостроенный препарат, например, дексаметазон, то это может, вопреки нашему желанию, может быть, усилить эффект фентанила, это может снижать концентрацию фентанила и может уменьшать, собственно, эффект фентанила, несмотря на то, что, как мы знаем, препараты карбамазепина и глюкокортикоили, являясь коанальгетиками, они, безусловно, вносят свой вклад в общий обезболивающий эффект. Но за счет увеличения метаболизма фентанил будет снижаться концентрация в плазмной крови. В этом отношении можно было бы выбрать препарат, не подвергающийся метаболизму с помощью цитохромов, а подвергающийся, например, в основном глюкорнизации, ну, в частности, морфин, как препарат, лишенный такого типа взаимодействия, например. Следующий пример – это, например, взаимодействие бупринорфина с азоловыми антимикотиками. Поскольку бупринорфин также метаболизируется с помощью цитохрома 3А4, так же, как и фентанил, и образуется неактивный метаболит, норбупринорфин, применение азоловых против антимикотиков также изменяло фармакокинетику бупринорфина. Посмотрите, увеличивалось и общее количество бупринорфинов в крови практически в два раза, и практически в полтора раза увеличивалась максимальная концентрация препарата, и удлинялся период полувведения. Причем из двух современных антимикотиков вориконазол был в большей степени индуктором цитохрома 3А4 и в большей степени, соответственно, изменял концентрацию бупринорфина. Другой пример – препарат оксикодона. Чем он интересен? Поскольку он метаболизируется двумя путями цитохрома, два цитохрома разных, две разные изоформы, причем в ходе метаболизма по пути цитохрома 3А4 образуется неактивный метаболит нороксикодон, а по пути цитохрома 2Д6 образуется активный метаболит оксиморфон, и затем он метаболизируется с помощью глюкорнизации в неактивный метаболит. Оказалось, будучи активным ингибитором цитохрома 3А4, комбинация оксикодона с вориконазолом, которая была специально исследована на здоровых добровольцев, приводит к тому, что изменяется фармакокинетика оксикодона. То есть его фармакокинетическая кривая достигает большая концентрация максимальная, большая площадь под фармакокинетической кривой, то есть мы можем ожидать более выраженные эффекты оксикодона. Причем происходит характерный метаболический шунт, поскольку этот путь закрыт, путь метаболизма по цитохрому 3А4, практически весь оксикодон метаболизируется по пути оксиморфоновому. Оксиморфон, будучи активным метаболитом, соответственно, его образуется больше. Сам по себе оксикодон медленнее метаболизируется, мы видим его концентрация в плазме крови увеличивается, плюс образуется больше оксиморфона. Поэтому мы можем ожидать более выраженные эффекты. Причем обратите, пожалуйста, внимание, что это было фармакокинетическое исследование на здоровых добровольцев, и оксикодон применялся, конечно же, в небольшой дозировке. Выраженность эффектов, отмеченная по визуально-аналоговой шкале, возрастала, но в умеренной степени. Оговоримся, что применялась маленькая доза оксикодона. Специально проведенное исследование, опять же, фармакокинетическое, на небольшой выборке здоровых добровольцев применялись два препарата. И траконозол, как и в прошлый раз, это препарат-ингибитор цитохрома-3А4, и пароксетин. Это достаточно мощный ингибитор цитохрома-2Д6. То есть, таким образом нарушался метаболизм по двум путям. И вот когда речь шла о метаболизме по пути цитохрома-2Д6, то есть действия, приём добровольцами только пароксетина, практически не изменялась фармакокинетика собственного оксикодона, но действительно уменьшалось количество оксиморфона. То есть, это не сопровождалось, это взаимодействие можно было считать клинически незначимым, поскольку эффекты оксикодона при этом выраженно не изменялись. Но вот на фоне применения пароксетина и траконозола концентрация оксикодона в крови увеличилась достаточно сильно. Вот это вот именно группа, которая получала два ингибитора цитохрома, то есть два препарата плюс оксикодон, три препарата одновременно. И на таком фоне действительно даже при маленькой дозировке оксикодона у здоровых добровольцев отличалось усиление седации и ухудшение работоспособности. Ну, конечно же, связанное с более выраженным седативным действием. Примерно та же история при применении оксикодона с клавитромицином как представителя макролидов, мощного ингибитора цитохрома-3А4. Действительно, это исследование, опять же, касалось здоровых добровольцев. Оно как раз было посвящено изучению фармакокинетических взаимодействий. И как у молодых добровольцев, так и у добровольцев пожилого возраста применение препарата клавитромицина существенным образом изменяло фармакокинетику, увеличилась концентрация оксикодона в крови. И хоть выраженность эффектов оксикодона значимо не изменялась, тем не менее, авторы пришли к выводу, что в таких ситуациях требуется снижение дозировки оксикодона на 25-50%, поскольку речь пойдет о пациентах, которым необходим оксикодон, а не о здоровых лицах, и речь пойдет о высоких дозах, о более высоких дозах по сравнению с теми, которые тестировались в данном исследовании. Отдельной строкой надо сказать про лекарства. Дело все в том, что когда мы говорим про про лекарства, то судьба ингибирования, последствия ингибирования, они могут быть совершенно другими. Про лекарства – это те препараты, которые исходно не обладают активностью и превращаются в активные метаболиты в организме. Невозможно не вспомнить тромодол, а пиоид слабый, который относится к про лекарству. На фоне применения ингибиторов цитохрома 2D6, того цитохрома, который необходим для превращения тромодола в активные лекарства, происходит снижение концентрации активного метаболита и уменьшение эффективности тромодола. Это может отмечаться на фоне применения сильных ингибиторов, в частности, амитриптилина, который может использоваться. Здесь есть еще один момент очень важный. Очень опасное взаимодействие тромодола с селективными ингибиторами обратного захвата серотонина. Гораздо более опасно, чем, например, та же самая комбинация с тромодолом с амитриптилином, с трициклическим антидепрессантом. Что здесь опасного? Во-первых, мы знаем, что тромодол – это такой опиоид интересного действия, опиоидного и неопиоидного механизма действия. Сам по себе исходно тромодол обладает свойством ингибировать обратный захват серотонина. Применяя на фоне тромодола селективные ингибиторы обратного захвата серотонина, например, флуоксетин или пароксетин, в качестве антидепрессантов. В качестве коанальгетиков они, конечно же, не годятся, но в качестве антидепрессантов они могут использоваться у пациентов. В этом отношении ингибируется цитохром 2D6, то есть не образуется активный метаболит, который сильнее исходного тромодола в 6 раз. И, кроме того, ингибитор обратного захвата серотонина плюс большое количество неметаболизированного тромодола – это, соответственно, дополнительное накопление серотонина и риск развития серотонинового синдрома. Фактически, жизнеугрожающее состояние, соответствующие симптоматикой, конечно, диагностика серотонинового синдрома требует заключения невролога, но если вы видите такую симптоматику, нетипичную может быть для опиоида, медряс, расширение зрачка, ажитация, усиленная перистальтика и диарея – это совершенно не укладывается в действие классического опиоида. Это совершенно противоположные эффекты повышения рефлексов. И, кроме того, изменяется вегетатика, то есть изменение артериального давления, увеличение частоты сердечных сокращений, развивается миоклонус. Серотониновый синдром развивается стадийно, и симптоматика утяжеляется, присоединяются симптомы, которые могут даже напоминать злокачественный нейролептический синдром. Какие препараты могут вызывать серотониновый синдром? Все препараты, которые влияют на обмен серотонина, в их числе опиоиды и особенно тромодол, поскольку у него такой механизм действия, антидепрессанты, противомигренозные средства, трептаны и антиеметики, которые применяются в онкологии – это блокады серотониновых рецепторов. То есть, если мы говорим про лечение болевого синдрома, то фактически любой опиоид, в инструкции к применению любого опиоида, будет описан риск развития серотонинового синдрома. В литературе, помимо тромодоловых ситуаций, описано лекарственное взаимодействие фентанила с парокситином, фентанила с циталопрамом, оксикодона с циталопрамом и парокситином. То есть, в этом отношении требуется соблюдение огромной осторожности. Вот это, собственно, патогенетический базис развития серотонинового синдрома. Что еще очень важно отметить в плане метаболических взаимодействий? К сожалению, как показывают недавние специально проведенные исследования 2019 года, активность цитохрома 3А, группы 3А, снижена практически в два раза у пациентов, которые получают палеотивную помощь по сравнению со здоровыми добровольцами. На этом фоне применение препаратов-субстратов цитохрома и препаратов, особенно ингибиторов, особенно вместе с ингибиторами цитохрома 3А4, например, или 3А5, будет сопровождаться особенно высоким риском. Поскольку, собственно, сам по себе цитохром снижена активностью у этих пациентов. И мы можем ожидать, что у таких пациентов будет особенно высокий риск развития таких лекарственных взаимодействий. Вот долгое время считалось, что препараты, которые метаболизируются путем глюкорнизации, они практически не вступают в лекарственное взаимодействие подобного плана. То есть, на уровне печени, на уровне метаболизма. Однако оказалось, что существует несколько, по крайней мере, ингибиторов глюкоранилтрансферазы, и поэтому применение таких комбинаций тоже может быть клинически значимым, то есть сопровождаться нарушением метаболизма. Вот, например, препарат морфин. И оказалось, что препарат, преимущественно метаболизирующий с помощью глюкоранизации, применение ингибиторов глюкоранилтрансферазы, среди которых и диклофенак, и бензодиазепины, и трициклические антидепрессанты, и нолоксон, известный антагонист опиовидных рецепторов. Возможно, все азолы, или, по крайней мере, кетоконазол, блокаторы медленных кольцевых каналов будут, соответственно, нарушать метаболизм морфина. И вот это действие синергическое опиоидных препаратов, в частности морфина и неопиоидных препаратов, может даже объясняться не просто фармакодинамическим взаимодействием, но и взаимодействием на уровне фармакокинетики, то есть связанным с накоплением, собственно, морфина и увеличением действия. По крайней мере, этим можно объяснить морфинсберегающий эффект диклофенака, который был отмечен вот в одном из исследований у онкологических пациентов. При риске такого взаимодействия, конечно, если оно возникает, то спасением является ротация на препарат, которые, наоборот, не подвергаются метаболизму с помощью глюкоронизации. Очень актуально сейчас исследуется лекарственное взаимодействие, связанное с влиянием на гликопротеин P. Гликопротеин P – это тот гликопротеин, который является помпой, выкачивающий лекарства липофильные из клетки. Ну вот, в частности, на уровне гематоэнцефалического барьера или на уровне кишечника, нарушающий всасывание и поступление в системный кровоток препарата. Что здесь? Опять же, среди субстратов гликопротеина P есть не только цитостатики, с которых вся эта история, собственно, развивается. Гликопротеин P – это продукт гена множественной лекарственной устойчивости. Ген так был назван, собственно, когда начиналось изучение вопроса резистентности пациентов к цитостатикам, к нескольким классам цитостатиков, к разным классам цитостатиков. Опиоиды являются субстратами гликопротеина P. И у гликопротеина P есть ингибиторы, так же, как у цитохрома, и индукторы. Влияние ингибиторов и индукторов на эффекты опиоидов в настоящее время изучается. То есть нельзя однозначно сказать, как изменяются эффекты, насколько это клинически значимо. Что известно, ну какие примеры известны на сегодняшний день. Лопирамид – это опиоид периферического действия, не проникающий через гематенцифалический барьер по одной простой причине. Как раз лопирамид является субстратом гликопротеина P. И гликопротеин P не дает проникнуть лопирамиду через гематенцифалический барьер и оказывает, собственно, классическое опиоидное действие на уровне ЦНС. Лопирамид используется как периферический органист опиоидных рецепторов, как, как вы знаете, противодиарейное средство. Однако применение лопирамиды на фоне хинедина, который является ингибитором гликопротеина P, вызывает классические центральные эффекты опиоида лопирамида в виде угнетения дыхания, миоза, седации и эйфории, чем могут пользоваться в том числе пациенты. И наоборот, индукторы гликопротеина P, которые снижают эффект лекарства, ну вот, например, описан эффект морфина в комбинации с карбомазепином. И здесь я вам напомню, что карбомазепин является индуктором еще и цитохромов, поэтому действительно взаимодействие комплексное. И, с одной стороны, морфин не подвергается метаболизму цитохромами, но, с другой стороны, тот же самый карбомазепин является индуктором гликопротеина P, а морфин, собственно, субстрат гликопротеина P, и поэтому такая комбинация может также влиять на эффект морфина, карбомазепин может также влиять на эффект морфина и уменьшать его эффективность. В настоящее время сделано несколько систематических обзоров на предмет лекарственных взаимодействий в палеотиве. Вот мне встретился такой обзор 2011 года, и в этом обзоре упоминаются как наиболее опасные препараты в плане возникновения лекарственных взаимодействий в палеотиве. Нейролептики, метаклопромид, амитриптилин, карбомазепин, антигистаминные, НПВП и диуретики. С большинством этих препаратов мы сегодня с вами в лекарственных взаимодействиях посмотрели, примеры лекарственных взаимодействий. И авторы этого обзора пришли к выводу о том, что лекарственные взаимодействия, обусловленные влиянием на цитохромы, они играют незначительную роль в палеотиве, за исключением карбомазепина. Однако более поздние систематические обзоры – это опять же пациенты с прогрессирующими злокачественными новообразованиями, тот же самый список препаратов, фактически антиконвульсанты, антидепрессанты, глюкортикостероиды, НПВП. И среди наиболее частых и вероятных механизмов взаимодействия – как раз это изменение метаболизма, цитохром П-450 зависимого, и гиперстимуляция серотониновых рецепторов. Что делать в обычной практике, как избежать риска многих лекарственных взаимодействий? Ну, поступать по возможности, избегать полипрагмазии. Конечно же, пять и более одновременно назначенных лекарственных препаратов – это, конечно же, совершенно непредсказуемые эффекты, и вычислить эти эффекты, спрогнозировать эти эффекты бывает очень сложно заранее. Конечно же, избегать комбинации с высоким риском взаимодействий, тщательно контролировать нежелательные явления, исследовать одному простому, может быть, на первый взгляд, но, может быть, трудно реализуемому на практике правилу – start low, go slow. То есть, начинать с маленьких доз и медленно тетровать дозу по возможности нового препарата, который является третьим, четвертым, пятым в числе назначенных препаратов пациенту. В этом отношении, конечно, помогают лекарственные препараты в формах с быстрым высвобождением. Тем более, что сейчас, например, в отношении морфина нам доступны, наконец-то, лекарственные формы короткого действия. Это и таблетки 5-10 мг, покрытые пленочной оболочкой, это и растворы для приема внутрь. Конечно же, морфин будет вступать в те же самые лекарственные взаимодействия, что морфин короткий, длительного действия. Но если препарат в лекарственной форме непродолжительного действия, соответственно, мы можем быстрее избавиться от этого лекарственного взаимодействия. И, конечно же, с точки зрения всех рекомендаций, титровать дозу, конечно же, правильнее и безопаснее в формах с быстрым действием, с коротким действием. Мы можем воспользоваться различными ресурсами, платформами, которые относятся к так называемым драг-чекерам, проверяющим лекарственное взаимодействие. К сожалению, вот если говорить про бесплатные ресурсы, нам доступны сейчас в основном англоязычные ресурсы, поэтому это требует знания английского языка. На любой платформе не просто обозначены эти лекарства, не просто можно проверить лекарственное взаимодействие, но и эти лекарственные взаимодействия подвергаются градации, как, например, противопоказанное взаимодействие, серьезный риск лекарственных взаимодействий, клинически значимый риск лекарственных взаимодействий И минимальный риск. От этого рекомендации не назначать, снижать дозу, контролировать побочные эффекты или принять их сведения. То же самое, например, на другой платформе, известной Drugs.com. Такие же примерно градации, позволяющие сориентироваться в конкретной ситуации. Вот так это выглядит на примере взаимодействия флоксетина-трамодола. Серьезное лекарственное взаимодействие описан, если коротко говорить, риск развития серотонинового синдрома. Или, например, взаимодействие галоперидола с морфином. Требуется контроль нежелательных явлений, поскольку есть взаимодействие на уровне цитохромов, поскольку оба препарата оказывают угнетающее действие, и это фармакодинамическое. И еще к тому же взаимодействие – риск более выраженного седативного действия. К сожалению, в российской, ну вот, среди российских источников нет таких вот именно платформ, которые оценивают взаимодействие. Есть, увидали, РЛС, есть перечни. То есть мы можем посмотреть конкретный препарат и перечень тех препаратов, которые требуют соблюдать осторожность. Это может быть менее удобно в использовании по сравнению с классическими драгчекерами. Давно уже анонсированная платформа Минздрава. К сожалению, для меня это остается тайной за семью печатью, потому что проникнуть так просто, зарегистрироваться у меня до сих пор не получается. Хотя вроде бы как анонсировано создание такой платформы с 2013 года. Ну, возможно, у вас получится. Поэтому нам остается пользоваться инструкциями, читать раздел общей фармакологии и особенно внимательно смотреть на раздел взаимодействия с лекарственными препаратами. Ну и в заключение мне хотелось бы сказать, что два разных препарата у двух разных пациентов могут проявлять свои лекарственные взаимодействия или не проявлять. И вы это прекрасно понимаете, поскольку все пациенты разные. Но, по крайней мере, генетическое различие в работе, например, тех же самых цитохромов. Есть метаболизаторы медленные и ультрабыстрые. И по сравнению с обычными метаболизаторами, экстенсивными, вот именно у таких пациентов более вероятно развитие лекарственных взаимодействий на уровне печени. Кроме того, приобретенные факторы, которых мне хотелось сегодня подчеркнуть, это сопутствующие заболевания, это возрастные изменения. Кроме того, сами по себе лекарственные взаимодействия, они многокомпонентные. Взаимодействия на уровне разных этапов фармакокинетики, фармакодинамические взаимодействия вместе с тем. Ну и, к сожалению, несмотря на то, что, может быть, в обычной практике лекарственные взаимодействия встречаются часто, но не всегда о них сообщается в фармаконадзор, и тем более, к сожалению, у нас в России. Ну и закончить хотелось бы вот эту тему словами Уильяма Ослера. Это действительно, несмотря на прогресс, медицина до сих пор – это наука неуверенности и искусство, искусство вероятности. Коллеги, давайте стремиться к минимизации вероятности. Я желаю вам успехов в работе, оставаться здоровыми и всего самого наилучшего. Большое спасибо за внимание.